Всем привет! Сегодня с вами снова я. В предыдущем выпуске мы с вами были в хозяйстве имбулатова и узнали о том, как работают цифровые решения на их ферме. А сегодня мы поговорим о воспроизводстве вместе с компанией AltaGenetics и узнаем много интересного. По каким параметрам вообще рассматривают первотелку для того, чтобы правильно провести аудит? Что смотрят? Основных параметров 16. Самое главное, смотрим на высоту первотелки, потом смотрим ее на молочный тип или на мясного типа, больше грубого типа. Смотрим расположение ног, чтобы максимально ноги были расположены широко, чтобы были большие легкие, для того чтобы больше воздух через нее проходил и больше молока она производила для нас. Потом смотрим на вымя, на конечности. То есть это вот все основные параметры, которые мы должны в следующих поколениях исправить или их наоборот сохранить, если они на подходе. Используются какие-то инструменты особенные или все это делается просто замерами? Обычно бонитер, я допустим в данный момент, я замеряю себя, расположение длины пальцев, то есть расположение на высоту, делаю себе метки какие-то определенные, подхожу к корове и делаю это общие замеры. Всех животных бонитирую я один и это уже помогает общую картину стадо уже понять. То есть бонитер это представитель компании, а не хозяйство? Да, бонитер представитель компании, потому что для этого надо специально обучаться, то есть это не просто взял по книжке, по ней прошелся. То есть приезжали, обучали специально именно как бонитировать галшкинскую породу, да, меня бонитеры также есть и у отдельных пород разных. То есть и показатели у разных пород разные, например, высота одной породы, норма такая, а у другой другая. Да, для одной породы, допустим, высота будет 130, это норма, но для семей нет, а для галшкинов уже надо будет 133 или выше. Понятно. А в итоге проведение бонитеровки данные как обрабатываются, куда они дальше идут? Все эти данные мы получаем, идем к Алмазу-Долгатовичу и выясняем уже, что ему надо там поменять, объясняем для чего, почему и что он хочет видеть уже через 5, через 3 года там у себя в стадии. И уже данные эти получаются. Мы загружаем программу, загружаем программу данные про родителей у этих животных, которые есть на данный момент, и делаем индивидуальный подбор именно в этой программе уже по быкам, которые у нас есть в наличии. То есть благодаря этим данным можно уже сказать, что нужно делать дальше, чтобы получить определенное потомство. Да. Как происходит дальше процесс закрепления быков? Что вы используете? Какие инструменты? Ну, после того, как мы уже сделали аудит, то есть прошлись по стаду, там посмотрели бонтировку, да, сделали, выявили пороки, которые есть, и уже дальше идем к системе учета в хозяйстве. Если это электронный учет, это замечательно. Мы видим предков, то есть какими животными осеменялись, кто у них отцы, отцы матери, отцы бабушек, то есть, да, мы берем все эти данные и запускаем анализ специальную программу, она называется AltaGPS. То есть это программа нашей компании. Там программа делает прогноз, какими, вот, исходя из тех данных быков, отцов, которые есть, да, и из тех данных, которые есть Всемирной Голшнинской Ассоциации, выстраивается анализ всего стада. На каком уровне они находятся на сегодняшний день, то есть показывается график. И после этого мы уже выбираем, каким быком надо осеменять. Этот выбор делается также по желанию владельца из техников, которые хотят видеть свое стадо через 5 лет, через 6 лет, что у них будет. Концепция нашей компании состоит в том, чтобы вырымить стадо. То есть на одной качеле могут стоять у нас корову, которая дает 50 литров, на другой 15 литров. Наша задача состоит в том, чтобы привести их к одной продуктивности, чтобы стадо можно было управлять. То есть вот такое однородное стадо позволит упростить вообще процесс кормления? Это упростит процесс работы всей фермы. Чтобы выровнять стадо, это надо как минимум 3 поколения. Одно поколение, да, это, ну, минимально это где-то 3 года занимает. Ну, в итоге 9 лет получается. Это очень тяжелый процесс. То есть сейчас вы еще на пути к этому? Четыре года здесь работаем. И этот процесс только-только начал выстраиваться. Мы начали получать вот первых нителей. Вот как раз та нитель, которую мы рассматривали, это была уже наша нитель альтовская. Здорово. Ну, успехов вам! Спасибо. У нас тут на некоторых коровах есть интересное устройство сверху. Что это? Для чего это нужно? Ну, очень хороший вопрос. Это на них приклеен датчик комар. Для чего он нужен? То есть его клеит специально, ассиминатор, для того, чтобы выявить охоту. Когда одна корова прыгает на другую, то есть показывает именно то, что она в охоте, датчик этот лопается, и выходит вот такая краска, и ассиминатор уже понимает, в охоте она или нет. То есть охота – это когда корова готова к осеменению? Охота – это перед тем, как корова будет готова к осеменению. Перед тем? Да, перед тем. Отлично. А определить это можно только по датчику, или есть какие-то другие способы? Ну да, естественно, есть и другие способы. Можно визуально это все смотреть, видеть. Для этого есть персонал фермы, который также подсказывает ассиминатору то, что вот данная корова пришла в охоту. Данные датчики клеятся на всех животных, которые нам выдаются списком из Дерри Компа, которые уже готовы к осеменению, но почему-то не приходили в охоту или их не увидели. А этот список составляется на основе как раз данных, которые собираем? Да, да, да. Этот список как раз-таки идет из данных, то есть когда она отделилась, готова ли она к осеменению, то есть была ли больная, и уже потом селекционер-учестчик выдает этот список ассиминатору, и осеменят, клеят эти прекрасные датчики, которые помогают ему работать. А с момента, когда датчик лопнул, сразу ее ведут на осеменение, или сколько-то еще нужно подождать? Ну, сначала охоты советуют ждать около 10 часов, но так как здесь работают уже с семенем альты, то есть она выживаемость у нее минимум 12 часов составляет, можно осеменить и сразу, или там, допустим, желательно чуть позже, там, погодя, 5-6 часов. А у нас здесь коровы на привязном содержании, и у них какая подстилка? Здесь коровы содержатся привязно, но также выходят на прогулку. Подстилка – это специально нарезанная солома, то есть в хозяйстве есть соломорезка специальная, которая нарезает солом и используется в виде подстилки. Это позволяет нам, видите, вот сзади там канал навоза удаления, его не забивать, при этом спокойно удалить навоз и держать животных в чистоте. Я слышала про глубокую подстилку. Вообще возможно такое здесь использовать, и почему выбрали такую? Тоже один из хороших методов, да, но для наших широт он не совсем подходит, так как у нас постоянно колеблется температура, да, а для глубокой подстилки нужна постоянно отрицательная температура. То есть чтобы она не подтаивала, а держалась постоянно там на одном уровне. Чтобы не было такого, что где-то растает, а где-то останется, она будет там мякой. То есть так оптимально? Ну, в данный момент для хозяйства это оптимально. В будущем, конечно, здесь планируется построить комплекс с беспривязным содержанием, но будет везде бетон, то есть и лежанки, и резиновые, то есть как и в других крупных комплексах наших широт. Интересно. А у некоторых коров закрашены соски? Да, это в имя закрашено для того, чтобы видеть, обработала доярка сосок или нет. Для чего делается обработка, там вот сразу отвечу вам, да, для того, чтобы сфинктер, который остается открытым в течение 15 минут после дойки, его закупорить специальной пленкой. То есть есть компания, которая производит средства для обработки в имени, они могут быть бесцветными. Ну, если она в данный момент синего цвета, да, вы как раз-таки задали вопрос, почему они синие? Мы видим то, что доярка именно обработала сосок, а не прошла мимо них. То есть после каждого доения обрабатывают? После каждого доения абсолютно, да, обрабатывается сосок до доения специальным раствором и после доения для того, чтобы туда не зашли бартерии, которые вызовут мастер, конечно. Да, заботитесь о них, конечно, это супер. Стараемся. Расскажите, что такое синхронизация, для чего она нужна вообще? Синхронизация – это гормональный способ приведения животных к моменту охоты. То есть в определенный момент все животные, которые нам нужны, подготавливаются к искусственному осеменению. Что там происходит? То есть есть разные схемы синхронизации. Есть косинг для телок, да, офсинг для коров и также здесь используется непредставленный дабл офсинг для коров в этом хозяйстве. Для чего эти схемы нужны? Дейликомп нам помогает вести учет в хозяйстве. Он выдает всех животных, которые почему-то не пришли в охоту. Эти животные по нашим рабочим спискам попадают на УЗИ. То есть они попадают на УЗИ и УЗИист уже принимает решение. Так, это животное больное или нет, что мы с ним будем делать дальше? Эти списки, которые от УЗИ, уходят обратно оператору. Оператор вносит этих животных и уже они появляются в списках у ветеринарного врача. И ветеринарный врач каждую среду и пятницу, пятницу телок, в среду получается коров, ставит на синхронизацию. Если пропустить один из препаратов, она все-таки еще может прийти в охоту, но процент оплодотворяемости падает. То есть это порядка 40% может варьироваться. От одного укола, да? Да, не только от одного укола, даже от времени введения. То есть здесь учитывается все. Здесь учитывается время введения укола, вплоть до того, что есть ли какие-то стресс-факторы. То есть животные у нас коллективные, у них есть свой матриархат. Так как есть какая-то главная корова, есть какие-то там те, которые помыкают с ней. И получается то, что если происходит смешение групп, или, допустим, корову переводят на другой рацион, или происходит взятие кровей вакцинации, это все влияет на воспроизводство и на самосинхронизацию. Что касается, то же самое стресс, это заболевание. То есть если животное больно маститом, оно, скорее всего, не возьмется на синхронизацию или просто не платворится по синхронизации. Так, мы с вами уже посмотрели коров, узнали про аудит, про охоту, как это все происходит. И следующий шаг – это осеменение. Как к нему идет дальше подготовка? То есть вряд ли это сразу делать? Есть же какие-то процессы, нормативы? Да, в данном хозяйстве установлена программа Daily.com. И они с помощью этой программы получают списки животных. Вот они здесь висят на этом ежедневном, то есть обновляемом плакате. Они получают эти списки и уже дальше клеят на них датчики, которые мы показывали, да, кайманы. И также дают информацию всем дояркам. Эта информация как раз доступна всем дояркам. Они проходят миминник каждый день. Они уже смотрят животных по спискам, подошли они к осеменению или нет. И уже после этого принимается решение о дальнейшем осуществлении. Их рано еще осеменять или уже надо ставить на синхронизацию. А расскажите, на какой день корова восстанавливается после отёва? Долго это? В этом хозяйстве корова восстанавливается практически на 18-25 день. Мы проверяем УЗИ, никаких изменений внутри матки нет. Если выявили больных инометритом, мы их ставим на лечение. На 18-й день уже у нас проверяются все коровы после отёва. Если там выявились больные эндометритом, гнойным эндометритом, мы их ставим на лечение. А если нет, то уже у нас мы ждем, когда придут они в охоту. Естественно, если не придут, естественно, осеменяем. Если не придут, то ставим на синхронизацию. Николай, расскажите, какие первые действия после отёва? Что происходит с телёнком? После того, как приняли отёл, оставляем под матерью. Корова должна облизать его. После того, как корова облизала, его помещаем в индивидуальные клетки. Обрабатываем пуповину специальным спреем. В течение часа обязательно надо выпоить молозиум. Надо поить качественным молозиумом. Перед этим проверяем молозиво, соответственно, на мастит. Если молозиво хорошее, проверяем кластрометр на плотность. Если плотность хорошая, уже выпаиваем телёнок специальным дренчером. Дренчер вводится через рот, вот до красной вот этой резины. И выпаивается в зависимости от веса. Например, телёнок 40 килограмм, надо ему 4 литра дать. Чтобы телёнок был крепкий, например, дашь литр молока, он у тебя будет слабый, будет часто болеть. А если он получит свою нужную порцию молозива, у него иммунитет сформируется, он будет крепкий и болеть не будет. А если материнское молозиво не очень хорошее, как тогда поступить? Для этого у нас есть специально заготовленное молозиво, в специальном холодильнике хранится. Там уже от хорошей коровы, не маститные, плотность хорошая. Его размораживаем в специальном размораживателе и выпаиваем телёнку. То есть, правильно поняла, нужно как можно скорее напоить телёнку? Да, в течение часа телёнок окрепнет и не будет болеть. А как телята содержатся в этих боксах? Что-то особенное есть? Чтобы микробов не попадало в телёнку, его сразу отделяют в индивидуальной клетке, под лампочку уже. Он уже там стерильно всё уже, он уже, бактерии не попадают и не болеет он там лучше. Так, а там телята другие, они уже по-другому содержатся. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что тут содержатся до двух недель. Малыши? Примерно, да. А тут уже побольше. Тут уже рацион другой уже. Тут трёхразовая пойка до месяца. Они уже приучаются к стартеру, к монокорму, к фуражу, к овсу для формирования сучуга, для наращивания массы. То есть с этого возраста они уже привыкают к корму? Ну, уже должны они, да, привыкать к другому корму. К монокорму, к предстартеру, чтобы получить все витамины, необходимые для получения превеса большого. То есть получается в родильном отделении телёнок с отёла набирает иммунитет, набирает силы и уже становится полноценным сильным взрослым животным. Да, да, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова